Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю очередное сражение в режиме 3 на 3 карта Морталис. Играю я за Империю Тау, со мной в команде за Космодесанты играет Михо, и за Некронов играет Биба Капитан. Наши противники, за Некронов играет Анрих, за Имперскую Гвардию играет сам Иисус Христос, и за Орков играет Белл Джоя. Поставил я Казарму Тау, один генератор застраиваю, захватываю свои точки, ввожу командира Тау, прокачиваю джетбак для своих войск. Так, видим Биба Капитан застроил турель на базе Уорка, и Уорк своими баками уничтожает эту турель. Немного потянул время, но потерял зато турели. Турели уникроны дорогие, уникроны 125 энергии они стоят, очень ощутимые. Полетел я своей невидимкой в центр, захватывать ключевую точку, командир Тау тоже на передовой уже. Побежал я также в Орку, помешать, пострелять, понадоедать своим командирам. Ко мне бежит Отряд Командования Иисуса Христа. Я улетаю с помощью джетпака от Отряда Командования, разрываю в дистанцию. И снова возвращаюсь в бой, и расстреливаю Рубак. Есть огнемет у моего командира Тау. Хочет зарядить по мне пси-удар Псайкера Иисуса Христа, но успеваю я отойти. На безопасное расстояние, и отстреливаюсь. Засветили мою невидимку, я тут же улетаю, не хочу терять пока что невидимку свою. И продолжаю расстреливать гвардейцев, пока что имперец не может себя найти на этой карте, не может себя пристроить куда-то, бегает потерянным. И Мюхо прибежал к своим разведчикам, начинает захватывать ключевую точку. Мой командир Тау также надоедает Орку, не дают захватить реликтовую точку Белджою. Некрон помогает своими воинами Некронов, танкует. Но отряд команды, видите, он постоянно хочет повязать именно моего командира Тау. Но я все это время контролирую своего командира Тау, не даю вместе повязать в ближний бой, постоянно разрываю дистанцию. Они все бегают за моим командиром. И вот так вот. Одним командиром Тау проявляю активность, заставляю паниковать вражеских игроков. Так, и лорд Некронов, и Мег, еще и пси-удар зарядили по моему командиру. Все пытаются повязать. Первый отряд воинов огня вступает в битву. Перестреливаю с вражескими войсками, пытаюсь настрелять по механику, по лоркам, по лорду Некронов. Так, прыгает ко мне лорд Некронов, вяжет отряд воинов огня. Также вражеские воины Некронов, Анриха, наступают ко мне и очень больно мне. Потерял я пару моделек воинов огня, теряют модель, мораль. Теряют модель. Вот это я, Джок. Снова разрываю дистанцию и перестреливаю вражеские войска. Анрих пошел в атаку своими Некронами. Ну, отступает своим лордам. И расстреливаем мы воинов Некронов, Анриха. Лорки вернулись, пополнились. Еще и гвардейцы поддерживают. Второй пак воинов огня. Я уже был в Т-2. Войны огня теперь стреляют намного больнее. Занимаю центр. Расстреливаю наблюдательный пост Иисуса. Так, есть Т-2 у гвардейца. Заказывает он химеру для своих гвардейцев. Начинает терять он свой пост. Он думал, будет в безопасности. Так, у орки с фланга пытаются прикрыть гвардейца. Но мои войска встречают войска у орка. Перестреливаю. Отлетел своим командиром Тау. Также тут и невидимки находились. Два пака невидимок прокачанных. И войска у орков. Аннигилированный. Не застраивает он свою реликтовую точку. Расстреливаю отряд командования. Остался только священник. Встречаю химеру с невидимками. Без проблем. Продолжаю наступление на гвардейца. С корабеями Биба Капитан снимает реликтовую точку. И дальше. Дальше идем. Не останавливаемся. Прокачал Псайкера себе Иисус Христос. Так, видим тяжелое вооружение. Но воины огня и командир Тау расстреливают тяжелое вооружение. Так, видимо лорд Некронов снова вяжет. И тут же отступил. Мы продолжаем наступление на базу гвардейцу. Перепрыгнул я невидимками дальше. Еще один прыжок совершаю, чтобы уничтожить генераторы гвардейца. Засвет от вражеского лорда. Анриха. Я убегаю к каверу подальше. Тут пока что космодесантик. Может сдержать. Еще и Некрон был. Но я не отступаю. Слишком храбрый я, чтобы отступать. Под фазовым сдвигом лорда приближаются ко мне. Вони Некроны. А Андриха. Также есть священник бежит ввязать моих воинов огня. Скидывают сюда свежевателей. Союзный Некрон, Гиба Капитан. Но все это время, видите, Невидимки расстреляли немало генераторов. А воины огня спасены. Не получилось у них заслопнуть ловушку. Выводит Василиск, Иисус. Потерял я своих невидимых, к сожалению. Продолжаю наступление своими воинами огня. И командиром Тау. Очень знатно мы поломали экономику гвардейца. Видите, посередине игрок, который находится, всегда думает, что он находится в безопасности. Вряд ли его будут атаковать. И играет очень расслабленно. И таким образом совершает очень много ошибок. Не заботится о дефе. Бегают тут своими войсками. Делают ненужные какие-то гвардейцев с комиссарами. Знаете, вместо того, чтобы протечиться, поставить пару Василисков, пару тяжелых вооружений, и все, уже на Т2 никто не пробьется к вам на базу. И еще вы стоите и настреливаете по всей карте, по всей вражеской пехоте. Это очень поможет вашим союзникам, также и вам, также и вы будете продолжаться и течиться. Анрих устал дефать гвардейца, понимает, что все, на этом игра закончена. И сливается из игры. Ворк застраивает себе оборону. И вот так вот за Тау можно идти напролом. Перешел я в Т3, застраивал Центр Коалиции. Если у вас против вас играет Тау, с Тау надо разбираться либо на очень раннем стадии развития, то есть только вот игра началась, вывели ударные группы и побежали сразу на базу к Тау, побежали все в войска, застроили там турели, в общем, потянулись союзники. Вот таким образом поломали экономику Тау. Либо попытаться, наверное, уже на Т2. Извиняюсь, сделать какие-то элитные войска, серых рыцарей, например, тяжелое вооружение, василийский, чтобы постоянно раскидывать войска Тау, тяжелое вооружение, чтобы расстреливать наравне с войнами огня. Таким образом справляться Тау. В данный момент гвардейц занимался ерундой, он прокачивал своих гвардейцев, там, сайкера. В итоге отстал по Течу. У него не было василисков, не было тяжелых вооружений, которые сидели тут и не давали бы нам пройти к нему на базу. Но в итоге оказалось все легко. Мы тупо прошли, пробили ему оборону и вынесли его. Некрон пытался прикрыть, прикрыть, но не получалось у него. И к тому же уорк был очень слабым игроком. Что есть, то есть. КОНЕЦ КОНЕЦ Биба Капитан по армии набирает 440, Миху набирает 335, я набираю 740, Анрих 125, Иисус Христос 505, Белл Чоя, Белл Чоя, извиняюсь, самой английский, набирает 110. Биба Капитан убито 65, потеряно 107, уничтожено здание 1, потеряно здание 1. Миху убито 32, потеряно 14, уничтожено здание 3, потеряно здание 0. У меня убито 73, потеряно 20, уничтожено здание 11, потеряно здание 0. Анрих убито 26, потеряно 44, уничтожено здание 0, потеряно здание 0. Иисус Христос убито 108, потеряно 62, уничтожено здание 0, потеряно здание 12. И Белл Джоя убито 7, потеряно 64, уничтожено здание 1, потеряно здание 3. Топ 1 по ресурсам, занимает Миху, и самый технологичный, Биба Капитан. Спасибо, ребята, всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и всем мира и спокойствия, пока-пока.